Военный корреспондент Комсомольской правды, наш друг и товарищ Александр Коц на прямой связи. Саш, понятно Херсон, понятно там все тяжело. С чем связаны основные наши тревоги? Есть ли информация, разведданные по поводу украинской группировки, которая собрана там в кулак, сколько человек, какая техника, к чему готовятся? Есть ли понимание, как будут действовать? Почему мы решили увозить людей? Ну потому что мы в первую очередь заботимся об их жизнях. Дома, квартиры, это все наживное, это все можно построить. В этом могут убедиться жители Малиуполя. Мы помним, какие тяжелые бои были за этот город. Сегодня там появляются новые кварталы. Здесь, на Херсонщине, ситуация, конечно, очень тяжелая. Все эти месяцы украинская сторона планомерно старалась отрезать нашу группировку от снабжения и в районе дамбы Новой Каховки, и в районе Антоновского моста. То есть сейчас снабжение нашей группировки на том берегу, на левом берегу Днепра, очень осложнено. Оно, конечно, выполняется и через понтонные переправы, и через паромные переправы. Однако полноценного сообщения левого с правым берегом, к сожалению, нет. И это создает трудности для российской военной группировки. Тем более, что по ту сторону линии фронта действительно нам противостоят достаточно серьезные силы. На некоторых участках фронта соотношение численное преимущество у противника 4 к 1. И это, естественно, подготовленные подразделения за границей по натовским стандартам, в том числе в Великобритании. Это современное высокоточное вооружение типа «Хаймарс» и «М777» со снарядами «Эскалибур», которые способны наводиться по лазерному лучу, а также по координатам. Это и современные системы контрбатарейной борьбы «АНТПКЮ», которые доставляют очень много неприятностей нашей артиллерии. И тем не менее, вот все это время эту армаду удается сдерживать. Здесь никто не говорит, что мы собираемся сдавать «Херсон». Мы, вероятно, собираемся его оборонять. Вероятно, за город ожидаются тяжелейшие бои, в ходе которых украинская сторона не будет стесняться применения каких-либо калибров по гражданским кварталам. Мы в этом убеждались не раз, не только на примере Мариуполя, но и других городов, и рубежные, и северодонецкие. Лисичанск достаточно сильно пострадал от артиллерии противника. То же самое будет и наверняка с «Херсоном». Тем более, что, как сказал вчера командующий специальной военной операции «Суровикин», возможно использование запрещенных боеприпасов. Я думаю, что речь может идти и о химических боеприпасах, речь может идти о подтоплении местности. Поэтому, безусловно, мирное население вывозится из этого города для того, чтобы минимизировать жертвы среди гражданских. И это шаг тяжелый, но он совершенно оправданный. Сейчас важно выстоять ближайшие... Ну, я не хочу никого в иллюзии вгонять, но придется нам терпеть, стиснув зубы, еще ноябрь, и я боюсь, сейчас декабря. Хороших новостей во время ближайших двух месяцев не будет, как мне кажется, точно, а дальше должен наступить перелом, если мы выстоим. А я, честно говоря, не сомневаюсь в том, что мы это сделаем. Хотя, возможно, территориальные потери в ближайшие этих двух месяцев очень чувствительные, но потеря в одной битве не означает проигрыш всей войны, коллеги. Будем, Саш, пытаться не сомневаться вместе. Сейчас осенью в российской специальной военной операции наступил кризис. Да, так бывает. Во время войны наступает кризис. Тут просто разговор о том, что, да, действительно, мы воюем с НАТО. Это ни для кого не секрет, ни для нас, ни для Украины, ни для НАТО. Но начиная эти военные действия, почему к такому развитию событий мы не подготовились? Как бы главный вопрос, который витает в воздухе. Разумеется, мы понимаем, что поставки массированы. Конечно, мы догадались уже и осознаем, что НАТОвцы закусили. Но почему для нас в какой-то момент это стало неожиданным обстоятельством? Почему мы исходили из того, что Зеленский сбежит, а НАТОвцы не помогут? Вопрос остается открытым. Продолжение следует...